Это два отдельно стоящих здания, вот такой интересный формат. Здесь на первом этаже располагаются две квартиры, терраса огромных размеров и имеет вот вид такой шикарный на горы. Так, я еще нахожусь в районе Озанкой, переместился от СНТП. Ну, нашел такое интересное место с апартаментами, на виллы они точно не похожи. Это два отдельно стоящих здания с апартаментами расположены на первом этаже и на втором этаже. Вот такой интересный формат этих зданий и апартаментов. Кто за застройщик, мы еще узнаем чуть позже. Но тут есть из квартир, с террас, получается выход на общую территорию. Бассейн глубокий, там видите, виднеются хорошо горы. Здесь на первом этаже располагаются две квартиры, заходим в первую квартиру. У нас встречается сразу просторное помещение, гостиной слева. В этой части у нас находится кухня, большое окно. Здесь хорошее место для того, чтобы поставить большой стол, стулья и выделенная зона для телевизора, для диванов. Вид из окна у нас отличный, на горы. Впереди находится бассейн. Выход на большую террасу. Здесь прячется бойлер, кондиционер. Терраса с такими стеклами прозрачными идет, идет вдоль всей квартиры. Там, то есть, выход дается в спальню. Вернемся обратно, посмотрим, что у нас здесь прячется. Комната первая, это квартира 2 плюс 1, спальная. Помещение прямоугольной формы, имеет боковое вот такое окно угловое до потолка. Большой встроенный шкаф. Короче, тут можно все что угодно спрятать в этом шкафу. Дальше. Общий туалет, похожий между двумя этими комнатами. То есть, душевая кабина, унитаз. И здесь запрятался у нас, получается, уже вот умывальник. Ну, как-то вот дверь так располагается, честно говоря. Лучше бы они сделали ее какую-нибудь раздвижную, если бы позволяло, конечно, пространство. Чтобы было удобнее заходить в туалет. Дальше. Вторая комната спальная. Здесь уже установлен кондиционер. Опять же, выход идет на эту же террасу. Вид на горы, на территорию внутреннюю. И шкаф. Зайдем в квартиру 1 плюс 1. В приходе нас встречает уже кухня с окном над кухонной мойкой. Окно, выходящее на террасу в пол. Терраса здесь тоже широкая, больших размеров. То есть, места достаточно, чтобы тут расположить все что угодно. И где у нас прячется туалет? Туалет прячется уже здесь. Дверь открывается нормально, понятным образом. В принципе, места в туалете хватает. Вот вопрос по поводу вытяжки. Я не могу понять, где у них здесь вытяжка. То есть, вот вопрос. Смотрите, я вот еще ищу ее. Вот, видимо, как это называется. Провода будут использоваться для освещения, наверное. Для чего, не знаю. Но вытяжки самой не вижу. Как-то удивительно. И спальня комната. Она идет, имеет окно еще одно. Выход, опять же, на небольшую террасу. Ну и вид на дорогу. Вот, все такого размера. На втором этаже у нас прячется тоже квартира 2 плюс 1. Здесь планировка идет уже другая. Здесь уже у нас гостиная таким образом. Нестандартная, она такая продолговато идет. То есть, тут будет, видимо, находиться диван. Будет находиться место для телевизора, полки и всего этого. Потом кухня. Интересная сделана терраса. Дополнительно выходящая в эту часть кухни. И даже немножко между крысами объединяется море. И вторая терраса. Она в огромных размерах. Довольно. И имеет вот вид такой шикарный на горы. Здесь у нас прячется справа туалет. Здесь уже есть окно. Вот вентиляция хотя бы тут я вижу. Спальня номер 1. С небольшим таким балкончиком французским. Это, конечно, виды на горы тут очень потрясающие. Растет еще инжир, лимоны, апельсины. Красиво. Ну, мне нравится единственное, что они тут ставят эти кондиционеры здесь. Нужно бы как-то их закрывать. Проход есть между балконом во вторую комнату. Он узкий. И здесь располагается еще одно помещение, спальные комнаты. Оно такое небольшое, прямоугольная форма, минимальная. То есть помещается только такая небольшая кровать. Но окна есть с двух сторон. Выходящие на балкон. Мы видим тут шкаф. И выход на террасу. Терраса довольно просторная. И там у нас виднеется кромочка моря. Но зелень, все красиво.